Здравствуйте! В эфире СБС специальный выпуск. Веду его я, Мехребан Касумова. Тема специального выпуска «Внутри политическая ситуация в Армении. Аресты и преследования». Наш гость, Эльгар Велизадей, это политолог. Эльгар Мялем, здравствуйте. Как слышно? Здравствуйте, Мехребан Касумов. Очень хорошо слышно. Спасибо. Тогда начнем. После подписания лидерами Азербайджана, Армении и России заявления в Ереване вспыхнули массовые волнения. К чему приведут эти протесты, митинги, просьбы отставки Пашиняна? Однозначно надо сказать, что эти протесты, нынешние процессы, которые происходят в Армении, скажутся на дестабилизации обстановки внутри этой страны. Это однозначно можно говорить. Сегодня, конечно, значительная часть прогнозов сводится к тому, что Пашинян подаст в отставку или вынужден будет уйти в отставку. Либо же самый крайний вариант, он может убежать просто из страны, не подав в отставку официально. Такие варианты циркулируют. Но в любом случае мы видим, чего добиваются протестующие. Они этого и добиваются, по большому счету. И протестные настроения нарастают. Волна протестов нарастает. Руководство Армении не дает адекватный ответ требованиям протестующих. Пашинян выступает через социальные сети и так далее. Но это скорее больше раздражает общественность, чем позволяет находить ответы на вопросы, которые они ставят. Но в любом случае, вы знаете, что просматривается? Очевидно, совершенно очевидно просматривается. Это то, что Пашинян прибегает к репрессиям, очень серьезным репрессиям против оппозиционных сил. Лидеры оппозиционных партий заключаются под стражу, против них проводятся массовые репрессии. Но вот на этом фоне абсолютное молчание Запада. Абсолютное. Как будто там ничего не происходит. Вы понимаете, вот это бросается в глаза, это видо невооруженного. Хотя раньше они называли Армению демократической страной. Да, они называли демократической страной. А сегодня демонстранты говорят, что во главе страны стоит недемократический лидер. И никакой реакции. Более того, один из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Франция, выступая в защиту Армении, фактически не видят этого положения. В другое время, скажем, по отношению к другим странам, делались бы, мы видели, из того же пониже звучали достаточно громкие заявления о нарушении прав человека и всего такого прочего. Ничего не видят, ничего не замечают. Это, конечно, удивляет и дает почву говорить о том, что Пашиняна поддерживает Запад, Пашиняна поддерживают влиятельные политические круги Запада, которые стараются даже в этой ситуации сохранить такую картинку, что в Армении руководит Арменией демократический лидер. Тогда что делает оппозиция? Почему она подвергается вот таким репрессиям, а внятного ответа мы не слышим? Вот такая картина. А почему молчит Запад? Почему поддерживает Пашиняна? Это, на ваш взгляд, влияние армянского лобби? Это и влияние армянского лобби, и понимание того, что за протестующими группами в Армении стоят силы, связанные с российской армянской диаспорой. Они боятся, что к власти придут, скажем, опять произойдет реванш, и к власти придут те, кто выступают за сближение с Россией, очевидно требуют сближения с Россией. И поэтому за неимением другого кадра, что называется, других рычагов, они поддерживают Пашиняна. Конечно, тут есть и роли армянской диаспоры, которая также пытается представить ситуацию таким образом, что если уйдет Пашинян, то придет представитель тех кругов, которые смыкаются на интересах с Россией, и таким образом Запад потеряет свое влияние в Армении. Вот такие настроения пытаются поддерживать политические круги на Западе, представители армянской диаспоры на Западе. Но, видимо, пока это как-то влияет на отношение Запада к происходящему. По крайней мере, мы наблюдаем очевидные факты. Это Запад молчит, абсолютно не реагирует. И это дает основание самому Пашиняну надеяться, что вот в этой ситуации Запад его поддержит. Ильгар Мирев, на ваш взгляд, Пашинян же должен был ожидать такой ход событий, что вот будут митинги после того, как все станет известно, вот после подписанного заявления. Какой сценарий он рассчитывал? Да, слушаю. Да, я понимаю ваш вопрос, Мирибан. Дело в том, что с дальновидностью Пашиняна есть серьезные проблемы. Если он должен был предвидеть концептуально эту ситуацию, он должен был предвидеть то, что он проиграет эту войну, эта война заведомо проигрыша. Все об этом говорили, все специалисты об этом говорили, но он этого не слышал. И, естественно, ожидать от политика, который не понимает реалии, не понимал он их тогда, он их, скорее всего, не понимает и сейчас. Кстати говоря, вот совершенно недавно министр Астранодел Лавров заявил, прямо заявил о том, что армянские власти должны были объяснить своему народу на протяжении последних лет. Да, накануне он заявил на брифинге. Да, они должны были объяснить своему народу, что они должны передать их Азербайджану, потому что это азербайджанские территории. Но они этого не сделали. То есть я так понимаю, что в переговорном процессе ему объясняли, и как минимум российская сторона объясняла Пашиняну, что тут другого выбора нет. Но он этого не сделал. Он отложил вот этот самый момент до полного поражения. Теперь он вынужден признаваться, в какой форме он это делает. Посмотрите, он говорит, что меня армия попросила. То есть человек абсолютно не контролирует ситуацию. То есть не он делает конечные выводы и принимает решения, а он это делает только потому, что его кто-то об этом просит. Это просто нонсенс. Главнокомандующий армии, фактически, руководитель страны ждет, пока к нему кто-то обратится. Это не улица, это не парламент, это военное положение. Тем более они сами объявили военное положение. Он должен предпринимать действия сообразно со складывающимися обстоятельствами. Он этого не сделал. Теперь он перекладывает вину на других. И вот в этой ситуации он пытается представить ситуацию таким образом, что это не он виноват, а все виноваты. Он как бы подстраивается под эту ситуацию. Ну, это абсолютно нелогичная конкурска. Вот армянский народ пытается сорвать достигнутое, вот скажем, подписанное это заявление, его пункты. Они хотят аннулировать. Насколько это реалистично? И насколько это, например, Россия позволит ли этому случиться? Там стоит и подпись президента Владимира Путина. Вы знаете, Мерева, я думаю, что они пребывали вот в этой виртуальной реальности, в какой-то такой придуманной ими реальностью. Настолько они в эту реальность погружены были. Сейчас они как-то пытаются из этого выходить, и при этом они не видят очевидных вещей. Они продолжают не видеть очевидных вещей. Вот эти требования, они, конечно, противоречат взятым Армении на себя обязательствам. И, кроме того, фактически таким образом протестующие, как бы где-то мы понимаем, что они все-таки какую-то надежду, у них надежда есть на помощь из России, фактически противопоставляют себя российской позиции. Вот такая непонятная ситуация. Я так понимаю, что они, в принципе, либо не до конца задумываются над той степенью ответственности, которой в случае, если они придут к власти, с ней придется считаться, либо здесь просто игра на настроениях масс, нам главное прийти к власти под этими лозунгами, под любыми другими лозунгами, а там разберемся. Но так или иначе, ни власти, ни оппозиции изменить реальные ситуации не удастся. Они фактически, вот такая ситуация складывается, они обманывают самих себя, они хотят перехитрить самих себя, но при этом это все происходит внутри Армении, это внутриполитический дискурс в Армении, который показывает, что когда долго не говоришь правду, когда постоянно ее скрываешь, ложь становится, скажем так, повседневностью. И вот из этой лжи, лживых представлений уже сложно выкормиться самим таким. Мы увидим, как действуют демонстранты, о чем они говорят, какие эмоции они испытывают. Я рационального объяснения этим эмоциям не нахожу. Я думаю, что и серьезные аналитики, эксперты понимают, что это просто эмоции, дальше ничего нет. Ильга Армении, вот подписанное заявление сейчас вызывает ряд вопросов, и все потому, что армянская сторона, в том числе премьер-министр Армении Никол Пашинян, дезинформирует армянское общество. Речь идет о статусе Нагорного Карабаха. Внесем ясность, больше никакого статуса нет и не обсуждается этот вопрос. Совершенно верно. Совершенно верно. И вот я к продолжению нашего разговора. Но вот это вот самый обман, из него трудно выйти. Они сами себя по-прежнему обманывают, продолжают обманывать народ. А что они потом будут говорить, когда им объяснят, что никакого статуса нет? То, о чем вы думали, грезили все эти годы, этого всего нет. Есть другая реальность. Она, значит, сегодня формируется на основе соглашений, которые там были достигнуты. И эта реальность такова, что ее нужно признать. Просто это... Тот, кто не признает эту реальность, тот имеет дело уже с российскими миротворцами. Вы посмотрите, Мехребан, какая ситуация была. Было очевидно совершенно, что нужно будет освобождать оккупированные территории. В частности, вот что происходит сейчас в Кальбаджарском районе. Ведь знали, что нужно будет освобождать. Надо было объяснить людям, что вы должны отсюда уехать, создать им какие-то условия, чтобы они как бы не в последний час принимали решение. А что говорили им их власти, что говорили сепаратисты? Не уходите, оставайтесь. Еще все может измениться. Пришли российские миротворцы, они вынуждены убегать и в ожесточении сжигать свои дома. Вот эта ложь играет против них. Неправда, ложь. Это, значит, придуманная реальность. К сожалению, к сожалению, значит, скажем так, сыграл с ними злую шутку. Посмотрите, последнее заявление вот этого Арцрурна Аванесяна, который постоянно был глашатым в Министерстве обороны. Вот они говорили, что мне говорили, то я и говорил. Ну, уже, как можно, как еще более, скажем так, рельефно можно показать, вот эту ситуацию, охарактеризовать эту ситуацию? Вы понимаете, не верьте, это уже нужно обратиться, наверное, к народу, общество должно сделать выводы, что верить таким властям, которые все время врали, врали, и сейчас врут, нельзя. Про статус они врут, про переселение они врали, про то, что не будут они возвращать эти территории, они врали, и это вранье просто, значит, не имеет ни... Начало мы знали, откуда это, ну, конца оно не имеет. Ну, наверное, им придется объяснять, что, видимо, другим путем, как это сейчас делают, наверное, российские миротворцы, находясь на... исполняя те соглашения, о которых подписал того же самого Пашинян. Ельга Армелем, еще один такой интересный момент, вот я сегодня читала, что президент Армении после встречи с премьер-министром обозначил новые задачи для армянского общества. По его словам, итоги войны в Карабахе должны вынудить Армению стать лучше, современнее и сильнее. Причем, сделал он такое заявление на встрече с деятелями культуры, науки, спорта. Видимо, именно они будут теперь вооружать армянскую армию. Интересно, зачем он именно их собрал. По-вашему, вот он говорит, что сейчас нужно наращивать экономику Армении, вооружать армию. Мы знаем, что у них вооружение устаревшее. Это подготовка к новой войне? Я не знаю, как они будут собираться достигать этих целей. Сколько лет уйдет? Дело в том, что это нереально в таких условиях. Для того, чтобы Армения стала сильным государством, она должна восстановить нормальные отношения с соседями. Когда у страны 80% границ фактически на замке, закрытые, когда они говорят, что мы будем отказываться от турецких товаров, причем турецкие товары, это турецкий рынок, самый главный, основной рынок в этом регионе. А как они себя, как они себя видят, значит, расцвет их экономики? Очень непонятная ситуация. Потом посмотрите, значит, вот есть пример Грузии. Грузия активно взаимодействует и с Азербайджаном, и с Турцией. И через Грузию сегодня проложены основные коммуникации региональные, очень крупные проекты. Грузия выступает бенефициаром этих проектов, и у нас, слава богу, большие перспективы. И в данном случае этот пример мог бы быть примером и для Армении, но Армения не хочет пользоваться этим проектом, до сих пор не хочет. Абсурдно требовать отказа от турецких товаров, которые качественнее, которые дешевле, потому что логистика, это все рядом, и как бы находиться в этом регионе, и не принимать экономические, геоэкономические реалии этого региона, это все равно, что обрекать себя на полную изоляцию. А что им 30 лет мешало превратиться в такое развитое общество, или же экономически состоятельное государство, что им мешало? те же власти, та же страна, те же закрытые границы, что изменится после этого? Измениться должна психология, должна измениться отношения, уже российская сторона, уже партнер, значит, союзник Армении говорит, меняйтесь, меняйтесь, потому что, посмотрите, надо делать, извлекать выгоды, значит, уроки из этой ситуации. Россия извлекает выгоды от сотрудничества с Азербайджаном, с Грузией, с Турцией, вы посмотрите, какой товарооборот с Турцией, почти 25 миллиардов долларов в год, Азербайджан больше 3 миллиардов долларов в год, крупные проекты здесь реализуются, еще будут реализовываться, Север-Юг, целый ряд других проектов, Армения остается в стороне от этих проектов, но если Армения хочет быть, скажем так, получить какие-то выгоды от вот этой синергии, которая сегодня в новых условиях в нашем регионе формируется, пусть пересмотрит свое поведение, пусть изменит свое отношение, но с таким подходом далеко не уедешь, поменяется власть, не поменяется, реалии-то нельзя поменять, вот. Спасибо большое, спасибо за столь интересные и содержательные ответы. Вам спасибо. Напоминаю, в эфире Сибиси был специальный выпуск, гость специального выпуска Эльгар Велизаде, мы обсуждали внутри политическую ситуацию в республике Армения. Оставайтесь на Сибиси, до встречи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА